дорогие друзья всем привет сегодня 21 января мы с максимом вышли в лес прогуляться стоит уже показаться на канале многие спрашивают как у нас дела но мы живы здоровы и слава богу вот а сейчас мне захотелось картошечки с грибочками грибочки конечно дома есть в замороженном виде маринованные но вот свеже пожаренные я имею ввиду свежие пожаренные это совсем другое дело а тем более когда это зимний опенок фламмулина бархатиста ножковая находимся мы с вами у меня на родине в новомосковском районе этот лес мы когда-то с вами посещали годика два назад лес состоящий из зарослей таких густых похожих на мангровые заросли клена ясенелистного вот такой вот лес у многих в селах подобные посадки здесь не посадка здесь я имею ввиду посадки вдоль полей примерно такие же я думаю там тоже стоит поискать фламмулину есть одно местечко у меня здесь я единожды только лишь ходил за фламмулиной с вами есть ролик на канале двухлетней давности и в тот раз я нашел грибное место посмотрим же у нас была такая оттепель такая хорошая прям до 7 до 10 градусов а сейчас уже 0 минус 1 не знаю конец января я тогда был перед новым годом посмотрим же когда-то здесь были дома людей и посмотрите как природа захватила свою территорию назад так сказать отвоевала на останках фундамента уже везде буквально по вылазили деревья и деревья уже немаленькие домов здесь нет уже лет 30 наверно можете слышать там за лесом идет дорога автомобильная здесь насрано ну все как после людей но хочу обратить ваше внимание на вот эти вот бутылки многим известные со времен советского союза это же бутылки от кефира либо молока вы представляете как давно здесь жили люди можно сказать уже целое поколение выросла не знаю вообще таких бутылок максимка иди сюда ты видел в продаже таких уже нету раньше молоко кефир ряженку продавали зависимости от цвета крышечки ты мог определить тип продукта я вот не помню кажется синяя что ли крышечка был кефир я единственная помню по моему красная крышечка это была ряженка вроде бы зеленая еще была крышечка причем крышечки были как из фольги вот так вот можно было пальцем придавить и она прогибалась и снимаешь и представляешь сейчас такие йогурты примерно делают ну то что мы прорываем здесь так но тут начинаем уже присматриваться вот эти деревья укрытые мхом на некоторых из них мы можем видеть как будто очаги очаги пламени очаги огня такими семейками должны расти фламмулины конечно же если суды никто не унадуемся местными жителями здесь стали вот такие вот большие наверное виноградные улитки не знаю возможно и они пригодны в пищу не настолько есть крупные остановища чтобы их пробовать хотя я вам скажу мы когда-то с катей ну чисто ради эксперимента заказали продаются в интернете улитки съедобные я надеюсь что несъедобные раз их продают они там с разными вкусами зависимости от того каким соусом таким твердым но он когда-то был наверно мягким забили их домик и внутри вот это вот подобие какого-то мяса ну короче если так вдаваться в подробности аппетитно она не выглядит но пахнет очень вкусно и на вкус вкусно что еще отметить хочется мы их как готовили там рецепт вложенный просто в духовке такие жирненькие после них осталось много жидкого соуса на дне хотелось его хлебом по вымакивать я уже не помню наверное так и сделал кажется вот это место должно быть грибным но я почему-то здесь пока ни одного грибочка не наблюдаю на том привычном мне месте где должно было быть их много там их нету но вот нашли в одном местечке и посмотрите это еще нормальный экземплярчик а все остальные уже еще в малом возрасте завяли возможно друзья просто в некоторых местах она отошла посмотрите вот это бревно лежащее уже давно на земле здесь вот была фламулинка она уже сдохла а вот есть экземплярчики живые но мне не нравится что она в земле я привык что она на дереве вот и она чистенькая продолжение вид уже не презентабельный но я думаю еще съедобный так собирать грибы здесь земли мы не будем по очевидным причинам жутковатое местечко здесь для сбора грибов скажу я вам идем же дальше мы сейчас подошли вплотную к чьему-то огороду и видим молодые экземплярчики фламмулины ну что наверное максимка надо начинать собирать они правда увариваются еще до меньших размеров но если будет много то то в принципе будет чем полосу вот и подставку летчик под бревно я буду срезать и нибудь туда под теперь с той стороны микроскопические экземплярчики по всей вероятности они отходят там побольше уже подсохший вон там он пробежала белочка а а еще мы здесь встречали бегают фазаны также вот на этом гнущимся дереве видим уже крупные экземпляры фламмулины вот они отходит фламмулины ничего вот так вот видишь максим он выглядывает вряд ли вам видно дорогие друзья морду прям сюда повернула и выглядывает из-за дерева ты видишь макси она прям на меня в кого-то смотрит так и есть она смотрит на тебя вот постараюсь вам на телефоне показать вон она убежала прямо издалека нас реже дерево видим еще семейство возможно есть места более экологичные экологически чистые но я знаю лишь это грибное место посмотрите это еще молоденькая вот эти черные скользкие пятна отошла фламмулинушка соберем же остаточки недалеко растут еще здесь главное не сломать ногу или ноги осторожно максим тут еще можно напороться на что-то острое аккуратно здесь надо быть вечно меня несет куда-то в дебри ось вон и тихим сапом мы соберем себе на сковородочку ну как я соберу себе максим грибы не ест на этом же дереве видишь еще покажи это уже мы вместе нашли получается вот эти вот красивые медовые опята вот такими вы зачастую встречаете их маринованном виде в баночках узнаете я имею ввиду супермаркет вот так вот подставил пакетик и начинаем резнюк я вижу среди шляпок еще и ней они удерживают температуру но везде уже плюс плюс один наверно лед стоит на самаре как мы можем видеть и мусор лежит возле самары все таки сейчас везде подымается эта тема экологическая мы недавно ходили на фильм аватар ты вообще там что-нибудь понял ты понял как там люди истребляли природу вообще в целом весь фильм про то как именно люди с планеты земля прилетели истреблять природу другой планеты добывать там какие-то себе ископаемые ресурсы а местные жители были очень тесно связаны с местной флорой и фауной и прямо чувствовали всю эту боль ты заметил максимка что в основном такие грибочки растут на уже мертвых деревьях но бывает и на живых твой папа когда-то карабкался не жалея одежды на верхушке деревьев живых грибалочка конечно своеобразная местами даже экстремальная ну нам лишь бы погулять да есть повод есть повод свежим воздухом подышать лесу до природа очень красивая даже зимняя единственное что местами конечно замусорено но это дело поправимое многие люди понимая что жизнь лишь короткий отрезок времени стараются прожить ее как можно лучше в поисках новой жизни лучшей жизни уезжают далеко много видео попадается в тик токе наших переселенцев в канаду все хвалят на повал эту природу прекрасную и я мечтал бы увидеть природу разных уголков мира непонятно что это тут вообще так что полое дерево просто было его срезали и вот сразу же ламулинка захватила эти бревнышки а может и придется еще куда-нибудь увозить семью ну так чтобы уехать навсегда такого конечно желания нету вот оно и было полое интересно как так получилось наверное служила домом для каких-то организмов могу сделать вывод что все таки вот в начале даже наверное в конце декабря самый расцвет грибов вот в этой местности птички какие-то интересное сейчас не часто встретишь пение птиц так вот в конце декабря прям такими семьями огромными росла эта фламулина мясистыми а сейчас мы видим с вами остатки уже местами даже погибшая но местами еще под собрать можно его разгрести немножко листики там уже посвежее гемплярчики сохранились захватили они пенечек кстати в этих местах максимка еще любят расти осенние опята это так просто чтобы ты знал места вот когда потеплело здесь пытались проехать по колено прям такие кули и поставляли дерево держится за другое дерево опасно здесь ходить максим когда-то я зашел сюда весной и не поверил своим глазам как в сказку попал зелень разнообразные цветы место сказочное а Обязательно сниму весной для вас. Ну что, я думаю мне на порцию здесь хватит. Ты все равно не будешь? Что, пойдем в машине? Пошли. Кто не знает, как готовить эти грибы? Очень просто. Очень просто. Их нужно помыть. Если вы их с дерева собирали, они в принципе чистенькие. Ну обмыли там от пылючки и на сковородочку сразу же на огонь. Вот они такие выделяющие глицерин. Они же морозостойкие грибы, поэтому будут такие мокренькие и с таким, ну для кого-то приятным, а кому-то может быть и не понравится привкус. Как мне так нормально, Катя не любит. Максимка вообще грибы не ест. В общем, пробуйте. Стоит попробовать. Ну вы сразу все не ешьте. Может то найти опята. Попадутся по чуть-чуть. Пробуйте. Вот, например, по пути. Смотрю что-то оранжевое. Пожалуйста. Облюбовали пенечек и растут здесь спокойно. Так вот, на сковородочку. И там пока не выпарится жидкость, поджаривайте, потом добавите маслица, сольки. Кто что хочет. Дорогие друзья, мы уже заканчиваем нашу грибалочку, подошли к автомобилю, поэтому будем с вами, не буду говорить прощаться, будем с вами, что мы будем с вами, скажем вам до свидания. До свидания. До новых встреч. Кому из подписчиков было интересно, как у нас дела, у нас дела в целом хорошо, настроение постоянно меняется, так что это и есть жизнь. Такая жизнь у нас сейчас. Всем желаем здоровья, успехов. Ну и до новых встреч. Пока. Пока. Пока.